Здравствуйте, меня зовут Олег Елисеев. Я выращиваю на своем участке растения, не характерные для средней полосы. Хочу рассказать, поделиться опытом, благодаря чему у меня это получается. Первое, что нужно учесть при посадке растений, это количество ветра, количество освещенности, солнца и тени на участке. Желательно для южных растений, а здесь растут растения даже седьмой зоны, создать определенные теплые места и так называемые солнечные ловушки. Мы сейчас находимся на северной стороне участка, впереди и вокруг нас находится лес. Здесь вырыт небольшой котлован, ну, с понижением от леса полметра. А за моей спиной находится живая изгородь, стена, ветролом. Для этого есть много названий. Тут два ряда хвойников. Первое туи и за ними ряд горных сосен, которые создают тепловую и солнечную ловушку. Их можно, как я говорил, называть ветроломами, потому что каждая хвоинка модифицирует ветер. Но самое главное их назначение, это споймать солнце и отразить его вперед себя. Солнце в эту ловушку попадает прямо с юга. И перед ними можно высаживать любые растения, вплоть до седьмой зоны. Для того, чтобы они здесь хорошо росли, особенно в том числе косточковые, которым нужно много сахара, мы воспользовались этим приемом, солнечной ловушкой. Здесь мы, например, видим, вот растет перед вами платан, уже достаточно взрослое, огромное дерево. Мушмула германская растет и плодоносит. Также растут персики. И все это благодаря тому, что так работает ветролом, солнечная ловушка и таких элементов по периметру участка можно создавать. Много находить зоны, где ветер остановит здание справа от меня. Передо мной хвойный лес. Здесь понижение и стена из туй. Мы сейчас находимся за этим ветроломом. Там мы видели ряд туй. Здесь мы видим горную сосну. И под горной сосной, точно с севера, мы наблюдаем прекрасные рододендроны. Будем любоваться весной их цветением, которые растут в абсолютной тени и дают обильное прекрасное цветение. Сейчас они, как видите, засыпаны снегом вдоль тропинки, что им очень помогает перезимовать зиму. Но на что следует обратить внимание в наших широтах про северный склон? Для того, чтобы цветки цвели, им нужно достаточное количество света. Так кажется. Ну, во-первых, сосна свет нам пропускает. Но, во-вторых, и что самое важное на наших широтах и дальше от нас в Питер и вплоть до Финляндии, рододендроны хорошо живут и цветут, потому что у нас есть такая особенность, связанная с вращением земли и с ее осью, что северные склоны досвечиваются летом у нас очень хорошо. Зимой как раз солнце здесь не нужно. Оно испаряет с этих вечно зеленых растений влагу, и поэтому оно им будет мешать. А вот летом, когда день длинный, северный склон освещается утром и вечером, мы получаем достаточно света для цветения этих прекрасных и пышных растений. Так что, если у вас есть на участке любой недостаток, допустим, такой как северный склон, вы можете по своему желанию превратить это в достоинство и достижение, посадим, например, там очень много красивых рододендронов. Полюбуемся на это цветение весной. С вами был Олег Елисеев. Подписывайтесь на наш канал.